Привет! Это мое второе видео о фенечках, и сегодня мы поговорим с вами о прямом плетении. Если вы не видели видео про косое плетение, я настоятельно рекомендую вам это сделать, потому что в таком случае вам будет проще понимать информацию из этого видео. Прямое плетение можно условно разделить на два вида. Из ниток всего двух цветов и трех и более цветов. И то, и то мы с вами сегодня рассмотрим. Если вам интересен какой-то конкретный вопрос, вы можете открыть тайм-коды в описании и сразу перейти к нужному фрагменту видео. Схемы для прямого плетения можно также встретить двух видов. Это либо просто вот такие сетчатые рисунки, или же более подробные схемы с направляющими стрелками. Причем, в отличие от схем для косого плетения, здесь стрелки всегда направлены либо вправо, либо влево, а ряды расположены не в шахматном порядке. И, как легко можно догадаться, первый вид схем можно рисовать самостоятельно. Будь то на клетчатой бумаге, или в программах для рисования, или на специальном сайте с фенечками, про который расскажу еще подробнее чуть позже. А можно даже брать схемы для вышивки крестиком или их фрагменты. Есть два сайта с огромным количеством схем. Ссылки на оба я оставлю обязательно в описании. Про первый я вам уже рассказывала, и на нем, кстати, можно делать схему со словами и рисовать многоцветные схемы. Второй сайт я открыла для себя недавно. На нем тоже очень много схем, и его плюсом является то, что каждая фенечка представлена в двух видах схем. И, более того, внизу можно найти похожие, если вас, например, интересует какое-то конкретное изображение. Косое плетение на английском называется обычным, а прямое плетение альфа. Так что при желании вы можете фильтровать схему и выбирать именно тот вид плетения, который вам больше нравится. Я нашла у себя огромный моток ниток, и в следующий раз надо будет заняться организацией хранения мулине. И в качестве примера для двуцветного плетения я возьму ирландские цвета, так сказать. Потому что рыжего у меня было довольно много. Я нашла симпатичный клевер, но в данном случае схема со стрелками не совсем отображает двуцветное плетение, так как на ней нитка вводится, а мы так делать будем чуть позже. Плюс мне нужно было перевернуть клевер, поэтому я буду опираться на схему в клетку. В этом плетении у нас будет одна ведущая нить и нити основы, длина которых зависит от желаемой вами длины фенечки. Я хочу сделать брелок. Да, кстати, плести ведь можно не только браслеты, но и брелки, и закладки для книг, и сережки. И в принципе применять подобные плетения можно где угодно. И так как я делаю брелок, я беру довольно коротенькие нитки основы. В схеме 9 столбцов, значит мне нужно 9 ниток. Я в дальнейшем спрячу нитки в зажим для ленты, поэтому пока просто наклеиваю их на липкую часть малярного скотча. А затем креплю к столу. Дополнительно фиксирую по бокам, и держатся нитки таким способом довольно хорошо. Оранжевая нить у меня будет ведущей, и отрезать ее я даже не буду. Напомню, что если начать вытягивать нитку сбоку, она выходит очень легко. Креплю оранжевую нить рядом с первой ниткой основы, с той стороны, откуда начну плести. Вне зависимости от того, левша вы или правша, вы можете начинать плести либо справа, либо слева. Хотя это не играет роли, потому что потом мы все равно пойдем зигзагом. Итак, берем ведущую нить и первую основную. И как в косом плетении, делаем двойной узелок вправо, то есть по направлению к следующей нитке. Основная нитка прямая и хорошо натянута. Ведущая нить ложится вот таким образом поверх. Мы идем вправо, поэтому нитка смотрит вправо. А дальше просовываем ее снизу вверх в получившейся петле. Затягиваем нитку наверх, при этом зеленая нить у нас хорошо натянута. И повторяем это действие, завязывая второй такой узелок. В косом плетении я рекомендовала вам для ровных узелков потом вот так растягивать нитки в стороны. Но здесь так делать не надо. Это может наоборот испортить вид узелков. Это связано с тем, что в косом плетении так или иначе все нитки у нас направлены вниз, какую бы с какой мы ни связывали. И растягивая их сначала в стороны, а потом вниз отправляя, мы связываем их примерно по принципу пионерского узла. И у нас получается такая ровная пупышечка. Здесь же в прямом плетении у нас всегда есть нить, которая идет в сторону, вправо или влево. И есть направляющие основные нити, которые всегда направлены вниз. И растягивая их в разные стороны, мы и задаем таким образом при завязывании узла их направление. Переходим ко второй основной нитке и повторяем с ней те же движения. Ведущая нить идет вправо. И значит кладем мы ее поверх смотрящую вправо. Повторяем эти действия и затягиваем наверх. Именно таким образом нам надо закончить с вами этот ряд. Такой вот прекрасный ряд получился. И дальше нам нужно вернуться обратно. То есть следующий ряд пойдет влево. Делаем все то же самое, но теперь зеркально. Берем первую с краю нить. Она у нас как всегда прямая. А эту мы кладем поверх. Но теперь мы идем влево и смотрит эта нитка соответственно тоже влево. Просовываем снизу вверх и повторяем это действие. Так на каждую нитку делаем двойной узелок. Идем влево, ведущая нитка смотрит влево. И так и идем зигзагом. Ряд вправо, ряд влево. На схеме сверху есть всего два пустых ряда без рисунка. Но я сделала четыре. Во-первых, чтобы расплестись. Чтобы руки вспомнили, каково это. А во-вторых, к третьему-четвертому рядам нитки связаны плотнее. И это очень заметно, чем ко второму, например. И вот эти первый и второй ряд я просто спрячу потом под зажимом. Вот. Можно даже поуже взять зажим. Они бывают разной длины. Можно сразу плести на колечки для брелка. И не важно, он у вас круглый или половинка. Нитки там сразу съедутся друг к другу, когда вы их завяжете уже к первому ряду. Но со скотчем такое не работает. Чтобы плести дальше, опираемся на схему. Два первых квадратика белые. Ну, в моем случае оранжевые. Соответственно, две первых основных нитки я точно так же оплетаю оранжевым цветом. Следующие два узелка должны быть зелеными. И тут-то и проявляются наши основные нити. Узелок должен быть зеленым. Поэтому теперь именно зеленой нитью мы будем оплетать ведущую. Проявляющаяся нить оплетает ведущую в противоположную сторону, как бы наезжая на нее. Оранжевая на этот раз натянута, а зеленая направляется в ту сторону, откуда оранжевая пришла, и ложится поверх. И здесь вот можно растянуть нитки в стороны после двойного узелка, чтобы вытянуть оранжевую нить вправо, в ту сторону, куда она и шла. Благодаря тому, что зеленой ниткой мы плели против хода, она остается внизу и потом будет так же идти вниз. А ведущая нить продолжает свое движение вправо. Вновь нужно проявить зеленую нить, и вновь она идет против хода ведущей нити. Далее по схеме оранжевая нитка сверху, поэтому ею, как обычно, делаем оранжевый двойной узел на зеленой нитке. Вновь проявляется зеленая и идет против оранжевой. Таким образом мы заканчиваем этот ряд. А потом ведущая нить должна пойти обратно. Именно поэтому и отсчитывать узелки разных цветов нам нужно уже справа налево, с той стороны, откуда идет оранжевая нить. И когда тут проявляется зеленая, она идет против хода оранжевой. Так и плетем всю схему. Если у вас коротенькая схема, вы можете ее повторить чуть ниже, сделав пробел в столько рядов, сколько хотите. И точно так же, если у вас есть длинная схема, на которой определенное количество рядов между рисунками, и вы хотите это количество рядов изменить, либо уменьшить, либо увеличить, вы можете это сделать. Потому что на таких клетчатых схемах, неважно с какой стороны вы подходите к рисунку, главное правильно отсчитывать количество клеточек определенного цвета и просто соблюдать это. Вот так вот выглядит изнанка. Для завершения плетения лично я просто промазываю секундным моментом кончик нити и прилегающий к ней узелок, словно приклеиваю нить. А когда клей засохнет, отрезаю эту ведущую нить. Мне этот клей очень удобен своим носиком, скоростью застывания и густотой. Конечно, он не для этих целей, но со своей задачей справляется прекрасно. Единственное, что, если вы плетете именно браслет, такие капельки клея, а точнее промазанные им концы нити, они становятся твердыми и могут немного корябать руку. Внизу я решила сделать кисточки. Для этого две нитки я обвязываю узлом, и его очень важно дотянуть именно до самого верха. У меня нечетное количество зеленых нитей, поэтому в одном узелке у меня их просто три, а не две. И каждый узелок я также пропитываю сзади капелькой клея. Подбираю зажим. Отрезаю лишние нитки. Ничего не должно расплестись, не переживайте, потому что мы же с вами узлы все-таки вяжем. Наношу немного клея на заднюю сторону и зажимаю. Добавляю колечко и замочек. Можно также повесить на цепочку такой брелок при желании. Теперь перейдем к прямому плетению с использованием нескольких цветов. Мне, если честно, это напоминает вышивку, но без конвы. На весу буквально. И также покажу, как красиво начать фенечку с петельки. У меня в схеме 10 столбцов, поэтому я возьму 5 сложенных пополам нитей. При большом количестве цветов не всегда важно, какого цвета у вас нитки основы. Для светлых фенечек можно брать белые, для темных черные. Это нужно лишь для того, чтобы на всякий случай, если что, между узелками у вас не просвечивал контрастный цвет. Я на этой схеме решила сделать серо-голубой фон, и поэтому за основу возьму нитки схожего цвета. У меня их просто было очень много. Итак, 5 сложенных пополам нитей. Одну из них я сделала длиннее, так как буду оплетать именно ею петельку. Та, которая длиннее, также сложена пополам. И я просовываю ее в петельку из основных ниток. Вот так. А потом через нее протягиваю ее же концы. Вот таким образом. Затягиваю это ровно по центру основных нитей. Две получившихся нити и будут оплетать петельку с двух сторон. Сначала можно сделать одну сторону, а потом другую. Главное, чтобы длина была одинаковой с обеих сторон для симметричности. Кладем эту нить поверх оплетаемых ниток, а потом протягиваем снизу вверх в получившейся петле. Затянули и повторяем это действие. Кладем снаружи внутрь, поверх и в петельки вытягиваем снизу вверх. Так делаем ту длину, которую хотим. А затем переворачиваем нитки и делаем то же самое. Кладем поверх, снаружи внутрь и вытягиваем в петельки снизу вверх. Когда закончим, сгибаем петельку пополам и теперь ее нужно связать. Для этого можно использовать два узелка вот этого плетения. Я думаю, много кто из вас его знает. Левую нитку кладем поверх всех нитей вправо. Правая же нить ложится на нее сначала, а дальше проходит под основными нитками и выходит вот в этой петельке снизу вверх. Вот так получается. И это надо аккуратненько затянуть. Можно сделать это еще раз, но начиная уже с другой стороны, то есть сделать это зеркально. Теперь правая нить смотрит влево и лежит на основных нитках. А левая нить ложится на нее вот тут, но проходит под основной частью ниток и выходит снизу вверх, справа в петле. И затягиваем. По сути, если так продолжать, можно сделать целый браслет, но мы сейчас будем делать не его. Две вот эти нити, которыми я оплетала, я буду использовать дальше как основные. В принципе, можно было сразу взять необходимое количество основных нитей, в моем случае это пять сложных пополам, и оплетать петельку любой другой коротенькой ниткой любого цвета, но это уже на ваше усмотрение. Креплю петельку малярным скотчем к столу. У меня все нитки в одном узле, но для плетения они должны быть расположены ровно расческой, поэтому мы сейчас расширим это все треугольником. Делим нитки пополам. Если их нечетное количество, это не страшно, просто с одной стороны будет на одну нитку больше. Вот эту нить сбоку тоже нужно будет опустить в пачку, я про нее просто забыла и потом отдельно вплела. Берем левую нить и оплетаем ею двойным узелком вправо, как вы уже умеете, все вот эти нити. Раз и два. Вторую пачку нитей оплетаем двойным узелком влево. Раз и два. Теперь из первой связки отделяем одну ниточку и оплетаем ее влево, потому что мы движемся к большой охапке, но теперь уже через одну ниточку. И теперь оплетаем также влево всю эту охапку. Ведущая нить у нас сбоку, и теперь мы можем развернуться и продолжить зигзаг уже вправо. Но из охапки, прежде чем ее оплести, в центре мы убираем одну нить. Оплетаем охапку вправо, а потом одинокую ниточку, которую мы только что вынули. Следом оплетаем ту ниточку, которую оплетали до этого. Потом из правой охапки берем одну ниточку и тоже отдельно ее оплетаем. А потом оставшиеся нити сбоку вместе. Видите, в ряду у нас уже намного больше узелков. Ведущая нить поворачивает обратно, и прежде чем оплести крайние нитки, мы с внутренней стороны вынимаем из них одну. Таким образом, мы каждый раз увеличиваем количество нитей, то есть количество узелков в ряду. Этот способ применим и к косому плетению, однако там очень важно уделять внимание тому, в каком порядке вы отделяете нитки с разных сторон. Плести этот треугольник, точно так же, как и оплетать петлю, можно той нитью, которую вы потом не будете использовать в плетении, а просто отрежете и подклеите на всякий случай дополнительно. То есть, прежде чем начать косое плетение, вы можете сделать треугольник прямым плетением. И заканчивать фенечку можно точно так же, просто прямым плетением сужая треугольник, то есть, наоборот, набирая в охапку нитки по краям. Тут вот я вспомнила про нитку сбоку и просто вплела ее тем же способом примерно, что и вводятся нитки новых цветов. Когда вы выведите все нитки вот таким образом, можно остановиться и взять уже непосредственно за узор. А можно сделать еще пару рядов для выравнивания этого треугольника, потому что, как видите, нижняя часть идет немного полукругом. Но можно также и подтянуть эти узелки ногтем или линеечкой аккуратненько. Напомню, что ведущая нить, которую я использовала в треугольнике, станет теперь у меня основной фенечки. Если же вы делали треугольник другого цвета отдельной ниткой, на этом этапе ее можно отрезать, чтобы она не мешала. Первой на схеме встречается салатовая нитка. Ее я подклеиваю как ведущую и оплетаю ею первую основную нить. Это сделать сложновато поначалу, поэтому не сильно затягивайте самый первый узел, а аккуратненько сделайте второй. Не торопитесь, и тогда он у вас ляжет ровно. Затягивайте постепенно, подтягивая ведущую нитку вверх. Все. Дальше этот цвет пока не нужен, поэтому убираем его в ту сторону, куда он лежит по своей натуре, так сказать. По диагонали наверх. Следующий узел должен быть нового цвета, и мы вводим его точно так же. Подклеиваем нитку сверху, а потом выводим ее там, где будем завязывать узел. Так как мы плетем сейчас слева направо, то и эта нитка появляется слева от той, которую она будет оплетать. Просто как будто эта нитка здесь так и была. И создаем узелок с этим новым цветом. Точно так же он кладется поверх основной нитки. Плетем вправо, значит нитка смотрит вправо. Узелок так же внимательно, медленно подтягиваем наверх, чтобы он встал на свою позицию в ряд. В первое время здесь лучше работать не столько на скорость, сколько на аккуратность. Иногда узелки можно подправлять или подтягивать зубочисткой, например. Затягиваем узелок точно так же, оттягивая нитку вверх и пряча ее под нитками. И вот у нас с вами уже есть два цветных узелка. К плюсам такого плетения можно отнести то, что можно использовать разные остатки ниток. Просто вводить их на несколько узелков. Ввожу тем же способом и третий цвет. Так как это уже середина фенечки, я подклеиваю его, подводя снизу, ближе к центру. Когда у вас среди цветов есть тот же цвет, что и цвет основы, основных ниток, будьте внимательны с тем, чтобы он в дальнейшем не затесался к направляющим основным нитям. Таким же образом ввожу еще один цвет. И нитка такая, оп, здравствуйте. И завязываем двойной узелок. Такой же магией у нас появляется и светлое желтое на плетении. И по схеме этот цвет используется три раза. Значит, я использую его как ведущую нить и оплетаю им три основных нитки подряд. Там сзади у нас накопилось уже приличное количество нитей. И чтобы не запутаться, вводить именно на первых рядах в таких ситуациях нить, лучше не затрагивая другие цвета. То есть я провожу нить между фенечкой и другими цветами, чтобы там не было путаницы. Заканчиваю ряд, введя все цвета. Если у вас какой-то цвет появляется посреди фенечки, намного ниже, действуем просто точно так же. Так как мы плетем зигзагом, теперь нам надо смотреть на схему справа налево и завязывать узлы в том же направлении. Эта нитка смотрит теперь в другую сторону. Именно туда мы и прячем нить. Все нитки теперь и далее удобнее подтягивать снизу, потому что иногда они будут перекрещиваться. Я беру тот цвет, который у меня далее по схеме. И видите, между ним и той нитью, которую я буду оплетать, встревает предыдущий цвет. Это хорошо. И эту нитку им нужно там внизу аккуратно спрятать в узле. Часто бывает так, что у нас одна и та же нить идет исключительно вниз, как, например, салатовая вот тут на схеме. И если в ее узлы не вплетать снизу, точнее, не завязывать ими проходящие нитки, то этот столбик, он будет сам по себе и будет просто дырка в фенечке. Еще бывает так, что один и тот же цвет встречается близко друг к другу. Ну, это нормально. Например, у меня вот тут вот желтый. Причем бывает так, что у меня вот, ну, казалось бы, желтая как раз рядом с той ниткой, которую я сейчас буду оплетать, да? Но сейчас она справа от нее, а мы-то идем слева направо, поэтому, хоть нитка там и рядом, мы все равно выводим ее слева от той нити, которую будем оплетать. Это очень важно. Сейчас я сплету немного и покажу подробнее про перекрещивание нитей внизу. Мне просто надо было сплести неправильно, чтобы показать вам, о какой дырке я вам говорю. Вот видите, салатовый здесь болтается, просто сам по себе. Чтобы этого избежать, да и в целом, чтобы фенечка была сплетена плотненько, лично я предпочитаю вот эту нитку, которая сейчас идет наверх по диагонали, потому что, ну, мы ее так завязали, убирать не в сторону, а между той ниткой, которая сейчас появляется, и той ниткой, которая будет оплетаться. Вот видите, сейчас она между ними и идет наверх. И, как ни в чем не бывало, оплетаю следующую основную нить цветом. Если не торопиться, это можно сделать аккуратно, и с лицевой стороны будет ничего не заметно. Вот так вот это выходит. И обычно при смене цвета так и получается, что предыдущий цвет попадает между направляющей и новым цветом. Именно это действие и связывает столбики между собой. Я плетение таких вот разноцветных фенечек сравниваю с вышивкой. Внимательно смотришь на схему, уделяешь внимание форме каждого узелка. Раньше именно этим меня прямое плетение и отталкивало. Я предпочитала фигачить просто на автомате косое, а тут прям прониклась с этими подсолнухами. Еще один важный момент. Когда вы вновь берете новый цвет, который у вас уже был использован ранее, не тяните сильно нитку с этим цветом. Иначе у вас фенечка будет вся волнами натянутыми. Вот, кстати, давайте поближе еще раз покажу вплетение предыдущей нити под узелком. Эту нить можно вот так вот подтянуть, чтобы ряды были ровнее, и так она там и прячется, а эти два узелка связываются между собой. Такие вот подсолнухи у меня получились. Если посмотреть на схему, она подразумевает то, что ее можно продолжить плести бесконечно. Сделать браслет или закладку, но я для брелка решила оставить так. Чтобы завершить плетение, можно сделать треугольник. Все то же самое, что я показывала ранее, только в обратном порядке. Можно сделать два треугольничка и потом из них косички, чтобы завязывать фенечку через петельку в начале. Ну а я просто вновь сделаю кисточки. Изнанка, конечно, по сравнению с косым плетением выглядит катастрофично. Для брелка я просто отрезаю все особо длинные нитки сзади и не жалея этого секундного клея фиксирую все узелки, где чуть торчат нитки. Это, к сожалению, может царапать руку, поэтому для браслета можно, прежде чем отрезать нитки, перевязать ближайшие между собой, например, обычными узлами. Такими, обычными. Можно пришить тонкими нитями или приклеить ленту, или кусочек ткани, чтобы спрятать это все и чтобы коже было приятно. К плюсам такого многоцветного плетения можно отнести то, что даже если вы вдруг ошибетесь с одним узелком в сложном рисунке, сделайте его не того цвета и это не особо влияет на само изображение, это можно не переплетать. Тогда как косое плетение вам такое не простит. Там одна ошибка может сломать весь узор дальше. Причем осознание того, что где-то вы очевидно ошиблись, может прийти к вам спустя и до 3-4. И понять, где вы ошиблись, бывает просто нереально. Но я помню эти муки и все эти кривые и развязанные нитки. Жуть! Я также видела, что в качестве основных нитей берут не мулине, а другой большой моток ниток. У меня был подобный от бабушки, но так как эти нитки тоньше, чем мулине, лично у меня узелки ровно не ложатся совершенно. Возможно, мне просто не хватает практики, потому что, ну, я все-таки фанат косого плетения. И тут вначале у меня вообще дичь какая-то получалась. Потом вроде расплелась, но все равно это не сравнится с плетением на основных мулине. Таким образом, сегодня, по сути, я показала вам две крайности. Способ плетения, где все состоит только из ведущей нитки основных направляющих и ничего не вводится. И также способ плетения, где, по сути, ведущей нитки нет. Вам вплетается целая палитра. Используя эти знания, вы теперь можете их сочетать. Например, плести фенечки из трех цветов, где у вас один цвет это основные направляющие, расчесочка вот эта, один цвет это ведущая нитка и один цвет для какого-то узора вы можете вплести. Все зависит от распределения цветов, от количества того или иного цвета. Если у вас это фон, то его проще делать ведущей нитью, не отрезая ее от мотка, просто вытягивая. Если какой-то цвет проявляется, то проявляем его из основных нитей, а какие-то детали дорисовываем уже вплетая нити. Сразу скажу, что еще одно видео про фенечки определенно будет, потому что надо совершенно точно разобраться с системой хранения ниток, потому что это просто издевательство над ними. Нитки пушатся от такого мотка, портятся, теряют свой вид точнее. И плюс есть еще несколько интересных видов плетения, которые я до этого никогда не пробовала. И мне было бы интересно это освоить. Плюс есть еще разные способы декорирования фенечек, например, вплетение бусин или приклеивание подвесок. Но сказать про сроки этого видео я ничего не могу, потому что, как видите, сдерживать обещания по срокам мне очень сложно. Надеюсь, это видео было для вас интересным и полезным. Большое спасибо моим спонсорам за поддержку. Отмечайте меня на ваших фенечках в Инстаграме. И пока! Субтитры подогнал «Симон»! 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 Субтитры подогнал «Симон»!